И снова здравствуйте, мои дорогие друзья, мои любимые подписчики. Вы меня самые лучшие, не забывайте об этом. Сегодня я пришла сейчас на обед и готовлю пельмени. Почему пельмени? Я люблю пельмени. Сейчас скажу, где покупаю. Ну, во-первых, начну с того, что такая предыстория маленькая. Почему я люблю пельмени? Это все началось с детства. Вообще, моя родина, если кому интересно, оставайтесь со мной, послушайте. Моя родина – это Оренбургская область. Родилась я в городе Оренбурге. И все детство практически я провела у бабушки своей. Особенно уже такое осознанное детство, школьное детство до юности я проводила у бабушки. И как все бабушки обычно что делают? Хотят внуков накормить вкусненько, сытненько. И с тех пор, значит, меня она разбаловала пельменями с мясом домашней, ручной лепки. У бабушек это всегда очень вкусно. Передала мне это, как готовить пельмени, уметь вкусно сделать фарш. Ну, как всегда, времени сейчас не хватает. Мы сейчас в такой суете, да, и нам хочется быстрее так вот взять, сварить, что-нибудь перекусить. И, ну, обычно, ну что, не секрет, все, по-моему, так делают. Ну, у меня же не кулинарный канал. Все так делают на скорую руку. У меня быстрая, простая кулинария. По жизни и на канале тоже. И, значит, я даже помню, когда я заболела, какой-то что-то заболела. И с мамой мы попали в больницу. Это, видимо, уже был такой осознанный детский период, когда помнишь, да, что-то происходит. А может, впечатление такое произвело, что сильно заболела. И когда мне нужно было есть, восстанавливать силы же, а я ничего не хотела, если аппетита не было. Я помню, ко мне подошел врач, помню, помню опять слово, помню, говорю часто. Подошел врач и спрашивает, говорит, Светочка, а что ты любишь больше всего кушать? Я говорю, пельмени с мясом и лапшу из курицы. Вот это вот у меня пельмени с мясом. И покупать в супермаркете, если кто меня давно, вы смотрите, мои дорогие, любимые подписчики, вы знаете, а у меня проблемы с желудком. Надо было пать в супермаркете или, допустим, в каких-то таких вот полуфабрикатах в магазинах, как ермольные пельмени, я не могу. Я вообще не могу есть никакие полуфабрикаты из магазина, потому что у меня желудок сейчас как барометр, и вы об этом прекрасно знаете. Опять говорю, тем, кто меня давно уже смотрит, кто меня знает, кто меня любит, кто и не любит, но смотрит. Ради бога, смотрите, я не против. Лепила сама. Ну, это очень много времени, в принципе, и не так уж и дешево это все обходится. Я нашла выход из этого положения. И уже давно покупаю пельмени на заказ, домашняя еда. Выловли. У нас есть такая женщина молодая. Она лепит не только пельмени у нее. Зовут ее Татьяна. Я, кстати, кто, если из-за лавлинских местных меня смотрит, оставлю ее под видео инстаграм. И номер телефона она, в принципе, разрешила мне это оставить. Почему я это говорю? Да не рекламирую я, не бойтесь ее, не рекламирую. Я говорю о том, что хочу поделиться. Может, кто-то тоже любит, как я пельмени, у кого-то нет времени их лепить. И, кстати, Новый год впереди, а она делает не только пельмени, у нее и тефтели. Я у нее взяла тефтели, буду сегодня на ужин тефтели готовить. Покажу вам. Первый раз купила у нее тефтели. Готовые уже, ну, готовые замороженные тефтели. И вам покажу. Попробую, попробуем с вами и скажу, какие тефтели вкусные, невкусные. Пельмени я знаю, что вкусные, я же не первый раз у нее покупаю. Килограмм, вот, свиные я в этот раз взяла. И, что самое интересное, я их ею, у меня ничего нет. У меня никаких дискомфортов в желудке нет. Настоящие такие пельмени. Домашние, ручной лепки. Сколько стоят пельмени? Вот килограмм свиных пельменей я из свинины покупаю, с свиным мясом покупаю. 270 рублей килограмм стоит. Но, знаете, это недорого. В Волгограде, вы знаете, что я то в Волгограде, то, как лягушка-путешественница, занимается. Ну, можно сказать, так, фирма маленькая. У них они из Волжского. Забыла, как называется. Но, если кому интересно, напишите, я вам напишу. В Волгограде. У них стоимость пельменей от 450 рублей за килограмм. И доставка бесплатная будет от 1000 рублей, если вы заказываете. У Татьяны бесплатная доставка, если вы делаете заказ, на 500 рублей. Вот. Мне вот это нравится. И я решила, уже давно покупаю, и хотела с вами поделиться этим. Может, у кого какие-то проблемы. Кстати, к Новому году можно сделать, заказать... А, вот же крысы ж, да? Вот тевтели, пожалуйста. Крыса любит крупу. А тевтели с рисом можно запечь в духовке. Я сегодня запеку в духовке эти тевтели на ужин. Оставайтесь со мной, не забывайте, будем дегустировать эти тевтели. Еще у нее, значит, ассортимент. Я у нее спрашивала, что ты еще делаешь? Она делает и сырники, и делает фаршированные перцы, и чебуреки. В общем, если захотите узнать, сколько что стоит, можете пройти ее в Инстаграм. Или позвонить ей, местные наши, лавлинские. И узнать у нее... Ну, в принципе, в Инстаграм она выставляет и эти стоимости продуктов, которые она делает. Из-за этого человеку я могу поручиться точно, что у нее хороший продукт. Вчера буквально заказывали у нее перчики фаршированные. Я говорю, а ты что, говорю, их наморозила? Да, я их наморозила, у меня готовые перчики. Вот сейчас мясо готовлю, фарш буду начинять, чтобы вам завтра сделать. То есть я потихонечку начинаю пробовать. Тоже про перчики, тоже скажу. И у нее как можно заказать? У нее можно заказать, допустим, я вот, она знает, что я люблю недосоленую, недосоленую все такое. Она мне сделала недосоленые пельмени. Можно с перчиком сказать там. И желательно, она делает все сразу, вот такое свежее, чтобы вам было. Не нужно там, прям, чтобы она привезла, и тут же у нее в заморозке там лежало сколько-то, какой-то период там, и она вам... Нет, она именно делает на заказ. Даже по вкусовым вашим пожеланиям. Через какое-то время, она говорит, подъезжайте, и заранее нужно там, ну, за час, там, может, за полтора, за два звоните и заказывать, что вы хотите. Что-то, понимаете, уже с ней там можно договориться. Вот. То есть я у нее уже как год уже заказываете пельмени, почему-то не говорила, а сейчас решила рассказать. Ну, опять купила как-то на скорую руку эти у Ермолина, и у меня сразу пошла и отрыжка, и вот это все. Они даже на вид отличаются, домашние выпечки, лепки, а домашние такой. Сейчас покажу вам. Вот специально для сравнения, даже на внешний вид, смотрите, как отличаются. Пельмени сделаны ручной, работы, да, домашние, назовем так, да, и вот это вот купленные в Ермолина. У них даже цвет теста разный, вы посмотрите на камеры, камера передает. Вот эти какие-то белые, белоснежные, что тут за мука, еще какого теста они сделаны, не знаю. Это вот, да, вот вкус домашних пельменей. Ну, сейчас сварю, покажу. Вот они уже у меня закипели, всплыли, и знаете, как я их варю? Когда запускаю, они же замороженные, холодильники лежали в морозильнике, я их запускаю и все время помешиваю. Много не надо в кастрюле, девчонки, иначе они, будет сложно их готовить, варить. Они вот мешают, все время помешиваю осторожно, как не дают прилипнуть к дну кастрюли. И вот видите, они какие, они нигде не разорвались, не лопнули, вот не потрескались. Такие все аккуратненькие, красивенькие, уже начали вздуваться. Сейчас они все вздуются, я их буду вытаскивать. Обычно ем со сливочным маслом, и вот сейчас зеленью мелко порежу, посыплю. Ой, запах такой стоит. Зелень с рынка, свежая зелень с маслицем. Кстати, ем я пельмени ложкой. Почему? Потому что когда берешь вот так вот, кусаешь, а там сок, высасываешь его вкусно. А когда вилкой, вилкой приходится прокалывать. Ну, конечно, может кто-то скажет, что это бескультурно есть ложкой, но я ем ложкой. Это вот у меня такое обычай. Меня так научила бабушка, и поэтому до сих пор ем пельмени ложкой. Что, приятного аппетита! Берем пельмешек. Сок. Если видно вам. Боюсь перевернуть, сок вытечет. Вкусно очень. В общем, как я люблю. Чуть-чуть недосоленые. Тесто очень нежное, такое мягкое. И вы заметили, ни один не расклеился, не развалился, дырок нету. Вот они все целенькие. Видите? Не обманываю. Хорошие, качественные домашние лепки. Как сам для себя делаешь. Такие пельмешки. Приятного аппетита! Ну, не все не забывайте. У нас сегодня еще с вами дегустация. Тевтель. Кстати, можно такие тевтели приготовить к новогоднему столу. Хоп! Переключаемся, да? Подошло время. Уже так вечер ближе. Нужно готовить ужин. Будем сейчас с вами готовить тевтели. Перед тем, как готовить, хочу вам опять про эту тушь. Меня после того видео вышло. Говорит, Светлана, многие писали мне в WhatsApp подписчики. Скажи код этой туши. Я посмотрела в каталогах, девчонки, не в действующем, вернее, уже в прошедшем каталоге новогоднем, не в новогоднем нет этой туши. Могу сказать код. Могу сказать код. Тридцать три, семьсот тридцать три. Вот это тушь с загибающим эффектом. Кисточка у нее отличная. Вот, смотрите. Видите, какая? Посмотрите, какая кисточка у нее. Вот на фоне моей щеки. Щеки шокчки. И на самом деле, вот смотрите, видите они мне? Вот они, ресницы. Да. Они загибаются. Мои упрямые, вниз смотрящие ресницы, наследство от моей мамы. Длинные в папу, а вот такие вот в маму. У папы были прям вот такие вот ресницы. Прямо до бровей. До бровей были ресницы. Ладно. Тевтельки. Тевтельки. Не могу. Ребята, раздражает этот шов. Когда шов видно, не будет. Я не знаю. Вот тевтельки. Вот так они выглядят. Я их уже приготовила. Буду готовить в духовке. Все-таки сначала потом подумала, что буду готовить, ну, сделаю супчик. А то нет. Я приготовлю в духовке с сыром. Почему? Ну, опять такая репетиция перед Новым годом. Почему бы и нет? Плов я не хочу готовить. А вот тевтели, запеченные в духовке с соусом и сыром, как раз крысу и ублажу. Шучу, шучу опять. В принципе, один из вариантов горячего на стол. Вот так вот тевтелька выглядит. Значит, что я здесь увидела? Рис вижу, морковь, лучок, перчик. Вот уже видно вот так. Чувствуется, что это кусочек именно фарша настоящего. Никакого. Ни бездобавлений. Нет, здесь ничем она не пахнет. Пахнет просто мясным мясом таким, сырым фаршем пахнет. Нет никаких усилителей вкуса здесь, нет никаких стабилизаторов, ароматизаторов. В общем, вот все, что нужно для моего желудка. Ну что, приступаем? ЧНМ готовится. На гарнир я решила приготовить цветную капусту. Сейчас я вот ее чуть-чуть отварю слегка в соленой воде. Потом разделю на соцветия. На сковороде добавлю, положу лук, морковь, соцветия вот этой цветной капусты и слегка потушу. Это будет у меня гарнир. Ну, при желании можно взбитыми яйцами залить, если кто-то хочет так перемешать. И будет тоже очень нежно, вкусно. Вот так у меня разложила я тефтельки. Сейчас залью соус соусом. Значит, как я его делаю? Делаю на молоке столовую ложку томатной пасты. Развожу молоком. Солю, перчу по вкусу. Чуть-чуть муку добавляю, прям чуть-чуть где-то там с чайную ложечку, чтобы густо-густо так было. И все заливаю, посыпаю зеленью. А потом перед готовкой, вот как вытащить противень из духовки, на 180 градусов буду печь, потру сверху сыр, чтобы так красиво смотрелось. Ну, посмотрим, что будет получаться. Опять вот на ходу придумываю свой рецепт приготовления. Тефтель опять, по-моему, 250 рублей килограмм, но вот здесь вот нет килограмма. Я взяла чуть меньше, по-моему, грамм 800. Вот здесь вот в этом кулечке было. На пробу взяла. Вот так выглядит. В общем, зелени я не пожалела, потому что на рынке очень много ее купили. На вот этот соус-подлив, как угодно можно называть, да, ну, где-то стакан, 250 грамм молока, не чисто молока, 50 на 50, 50 процентов воды, 50 процентов молока, столовая ложка томатной пасты. Почему я так делаю с молоком? Потому что опять мягче, мягче томатная паста. На желудок мне легче так. Так, посолила, поперчила, залила, чайная ложка, повторяюсь, муки и все. И вот такой маленький лайфхак от меня. Зелень, было много зелени. Я вот сейчас взяла ее, в вазочку с водой поставила, чтобы она была такая зелененькая. Не в холодильнике лежала, пусть так вот стоит, как букет из приправ. Тевтельки приготовились, вот так расплавился сыр, оказался настоящим. Хорошо плавится, запах стоит на всю кухню, бесподобный. Что, давайте пробовать. Вот так выглядят тевтельки, запеченные сыром, с цветной капустой. Гарнир можно, конечно, сделать другой, какой вы любите. С картофелью там или еще там, что вы хотите. На Новый год не обязательно цветную капусту. Я просто пробовала, пробую, ребят. Хотя вопрос. Крыса любит овощи, помните в моих видео? Крыса любит овощи, тоже вариант. Шучу я, шучу. Пробуем, да, дегустируем. Дегустируем. Тевтельку. Вкусно. Очень вкусно. По-домашнему. Во. Мягко. Без всяких вот этих притерных усилителей вкуса. Все натуральное. Очень вкусно. Дегустация проведена. Тевтели покупать тоже буду. Напоминаю, если кто хочет связаться с Татьяной, кто хочет здоровое питание и недорого. Недорого, поверьте. Оставлю инстаграм под видео и ее номер телефона. Можете звонить. Кстати, кто, если смотрит с Волгограда, тоже она выезжает в Волгоград частенько. Если хотите попробовать там или хотите заказать что-то, посмотрев ее инстаграм, можете с ней созвониться. Ну, а лавлинские вам, как говорится, флаг в руки. Не хотите готовить, не хотите питаться с консервантами с пальмом маслом из супермаркетов. Пожалуйста. Есть домашняя еда у нас выловили. И вот такая вот. Насчет туши забыла сказать. Если хотите ее заказать, я под видео в инфобоксе оставлю ссылку на интернет-магазин. Регистрируйтесь и листайте каталог. Смотрите, что хотите себе, берите. Будет скидка вам еще на скидку, если продукт со скидкой, еще минус 20%. Все. На этом все. Спасибо, что были со мной. Не забывайте подписываться на мой инстаграм. Тоже ссылка, как всегда, под видео. Сжимать новые подписчики. Обязательно жмите на колокольчик, чтобы получать мои новые видео. И всего вам всего доброго, хорошего. В первую очередь здоровья. Мы то, что мы едим. Запомните это раз и навсегда. Америку, по-моему, ни для кого не открыла этой фразой.